Друзья, всех приветствую на финале 4-х третьего чемпионата от БААТ УКИИ-15 для владельцев по С4. И сегодня мы сыграем с человеком под ником Россия Москва. С тремя буквами С. О как! Он играет за Трэйл Блейзерс, я играю за Кавс. Матч обещает быть горячим. Все-таки, скажем так, передняя линия у Портленда достаточно мощная. Ну и разыгрывающий Лилард не вызывает сомнений в своей компетенции. Так что я думаю, будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Зачем белый-то выбирать? Давайте я сыграю за красную форму. Как видите, у него достаточно неплохие оценки. Offense A-Defense B- Это неплохие показатели. По защите, как минимум. У меня, похоже, все без изменений. Никто не травмирован, это хорошо. Это NBA 2K Sport Так, Николас Батом. Всех спрессингуем. Так, Лопеса, конечно. Блейка тоже попрессуем, а то он еще нет кидать трешки. Мало не покажется. Мало, конечно, народу в это раннее утро собралось. Но те, кто пропустил прямую трансляцию, конечно же, смогут наверстать упущенное в повторе на YouTube. Ну, ведь пока я не забыл, ребят, не забывайте на группу ВКонтакте подписываться. Сверху в окошке есть ссылочка. И самое главное, участвуйте в конкурсе по розыгрышу призов. Он проводится для всех желающих подписчиков. Вам нужно всего лишь репост из шапки сделать. Ну и те, кто купит что-либо в нашем магазине на сумму от 1300. Все подробности читайте в группе ВКонтакте. Блин, решил не вовремя, я решил поменять защиту. Опять. Вечером стрим не знаю, ребят. Посмотрим по ситуации. Задержка где-то примерно с утра получше, где-то уже 200 миллисекунд, не 250 примерно. Чуть меньше, чем обычно вечером. Дальше поставим самую надежную защиту, самую, скажем так, нерискованную хавкорд пресс. Хотя всегда, конечно, есть смысл проверять вот этот нереальный блокбол противника на вшилость и пробовать защиту в ловушку. В этом есть смысл определенный. Эй, как ты подобрал, бро! Вау! Вау! Там вообще какое-то бакланство было под кольцом, я не понимаю, как это все прокатило. Вот это был абсолютно глупейший шаг со стороны Кевина Лала. Просто абсурдное движение было. Абсолютно был открытый и тут на тебе побежал под защитников. Хлопец уже нафалился неплохо так на Смите. Он может выгонять его талантом в один момент и выгонять на следующий момент. Уберемый талант, но он может быть эротичным в противнице, особенно с его селекцией. Спасибо, Климов! И Джейнер Смит закрывает 30 лет. Он был оплатил почти 1 миллион долларов в прошлом его карьеры NBA. И ты знаешь, играл в Чине, он оплатил более 1 миллион в каждом сезоне. Почему ты так делаешь? Неплохой бросок. Хотя я бы сказал, что я немножко рискованный. Эй, ты чё не попадаешь, бро? Это странный был промах какой-то. По-моему, он пора тайм-ал брать, потому что что-то у них слишком авантюрные броски начали получаться. Так что, тайм-алк был в первом для Кливера. Давайте Смита дадим отдохнуть маленько. Иман Шеплер чемпион для Кливера. Иман Шеплер. Кавиллер трейлит. Ренан Лилард. Ирвинг бросает к Мозькову. Вновь к Ирвингу. Что ж ты за упырь-то такой? Ну как можно было промазать такой бросок? Ну как можно было промазать такой бросок? Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Еще один абузер нашелся. И вот он. Там видели как Ирвинг прилип, прям прилип к нему. То есть я в принципе-то оббегал его, я видел что там подставляется. Но я не знаю, есть какая-то видимо фишка. Но я не знаю как она работает. Но он когда игрока как магнитом притягивает. Вот такому... Защищающемуся. Я надеюсь он не будет этой фигне постоянно страдать. И Альдриджин сказал, что он должен был стартер в последнее время All-Star Game. Наверное, сравнивая с рекордом Блазера с Кевеном Лавзом в Миннесоте. Да, но это не просто успех. Я имею в виду, что для Альдриджа занимает несколько тяжелых ударов. 23 points per game score, но его шутина эффективность в самом деле была вредной среде. Три-пойнтер Лилард. Лилард опять потерял. Он был вверх, и он просто отвергал. Прямо все, что он поставил в этом туре. Ферон Смита сегодня игра идет даже с плохим таймингом попадает. 2012-13-2. Одно из его worst в месяц. Но я думаю, что его ноги в прошлом сезоне реально улетела его до легкого начальника. Он не был самим сбором в степах. И он не был... Ну что ж ты будешь делать-то? Что ты сидишь? Ну и иди только отсюда, быстро. Иди дальше. Иди дальше. Выживая. Иди дальше. чтобы все прессовали, прессовали под кольцом. И фол не сиснул даже судья. Тут нормально все было. Видели там, как завалили Леброна? Он аж бедняга там задом кидал мяч после того, как его оба клонули. На судейство какое-то сегодня опять ложевое. Видимо, дабл-тим включил против Леброна. Да ладно! Ну хороший же. Там же стоял, по-моему, на линии даже. Надо будет повтор потом пересмотреть. Жалко в онлайне нельзя повтору смотреть. Там много интересного можно было бы увидеть. Не знаю, как он. Не знаю, как он. Не знаю, как он. И Портлене на измене. Миколинс check-ин. И вот он. Леброн. И он срона-дом. Харрд с двух линз. Неплохой был бросок, не успел, можно было, конечно, немножко еще подшаг сделать вперед Ну опять же, фуллбол Там даже Леброн видели, показал Ребят, вы че гоните-то? Вообще судейство лажа какая-то Я не понимаю, в чем проблема Мне вообще фоллы не дают там в таких очевидных ситуациях Блок-шот я, блян У меня фейс Ох, как хорошо сыграл-то, вот это он, конечно, красавец Единственное, что это тут абсурдная стендба от Окей не дала ему возможность забить мяч Неплохо, неплохо Блок-шот яйца приводит к Норто-Есту Охооу Наша страна не было этого ощущения в долгое время Блок-шот яйца Блок-шот яйца Давайте-ка поставим стартовую пятерку Привет тебе, Жук И один thing for sure, last season Темпер Волосы были в состоянии Когда Кевин Лов Лев подсеркнулся к бену Это точно, Кевин Я, когда он был на флоре, они отстали Пусть снижение И когда он садится, то его offense Басик-шот яйца Ирбин сжеттем Кавалер 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 Лопез Седжи Кавалер Кавалер Ирбин сжеттем Эй, Леброн, ты че делаешь? Камон! Пора уже его менять, покажи. Видели, как сильно лагают комментаторы западные? Ещё бы, оставил Ирвинга одного на трёхсекундной зоне, как тут не кинуть? Давайте мы по-другому, наверное, сделаем. Тиму тоже поменяем пока. О, Перкинс. Перкинса в Кливен подписали. Слушайте, так эта команда сейчас просто будет бомбить в финале. Поехали. 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 И он не манит после того, как у него получил свои руки на трёхсекундной зоне. О, он просто не бомбился с трёхсекундной зоне, после того, как он через него. Вы можете видеть, что команда сейчас имеет Слайдер-Кларк. Да, это точно, это с ними. Да, но ты не хочешь делать слишком много, чтобы укрепить противника Райлда-Реппо. Что это Слайдер-Кларк? Да, сегодня Райлд-Кларк начал. Слайдер-Кларк был 10 лет назад карьеризировал и бросил удары и рубежи, особенно на противниках, где он был 2-й в НБА. Лилард заходил за Стид Блэйт. Ну, так как в Лиге Бигмэн идёт, он один из самых лучших в фауле. Ирвинг дышит Смит. Они получили бед. И фауле звонил, а когда он потерял, он пойдет на линию и бросает 2. Сан Ламаркус Альдрич. О, Перкинс, а нормальные штрафники. Хотя 52 всего лишь. Рейтинг пробития. Ух ты. Хлопец еще творит. Красавец. Что происходит на самом деле. Номеры это, что мы смотрим. Но какие-то маленькие вещи, которые не появляются в статистике, помогут, чтобы номеры быть такими. Ирвинг. Теперь давайте отправим его к Дорису на Санглаз. Ну, Лов вообще. Что ж ты такой бросок-то отстойный делал? У Лопеса уже, кстати, 4-й фолл по-моему. Ирвинг. 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 Многие считают его гениостный тренер. Ирвинг. Мы увидим, как он работает. Допустим, что он делает. Мазгоф везет в Кривел. Мазгоф везет в Кендрик Перкинс. И это Лебраун везет в Майк Миллер. Кавалиры снова не могут ударить. Хороший взгляд здесь, но, ты знаешь, он потерял эти поляну. Опа, что такое? Джеймс по-моему так и не отдохнул. Да, так и есть. И это Мозгов, в стороне. Стояние там, это бы поверил лид по двумя дигитами. Какой красивый был этот алли-ю! Эти два действительно хорошие связи. Они читают их так хорошо, это игра, я уверен, Кларк, они любят играть. И как тренировка, мы не чувствовали, как мы имели, чтобы идти на Монстр, и закончили. Просто вставлять его вверх, чтобы он получил конкурсы. Я взял вверху немного шоколадной защиты. Они должны, по крайней мере, на него. Тимоха Тимоха стоял на периметре он вроде бы умеет оттуда кидать я не знаю почему мне рейтинг где плюс поставили хотя он абсолютно один кидал там защитники не успевали по-моему как раз таки Тимоха умеет справа кидать строк очковый у меня там две точки есть неплохие он может трешки закулировать с его шотом и он действительно взял хорошие понимаете, попытки по шотом это действительно один из самых недостаточных статков в игре и это настоящая выражение эффективного счета это Джерри Статтс начинает вторая половина Альдридж и Леонард, вверх вверх Лилард и Матюс, вверх вверх и это Тимоха молодец очень хорошо он конечно освобождается от опеки кидает джамп-шоты потом по-моему это не хот-зона просто я уже думал леброн сфолил привет джи-доги аллоу блин плохой тайминг броска не знаю почему то ли как-то немножко пинг подлаганул то ли что что у нас там с леброном давайте посмотрим можно еще дать отдохнуть сюда поставим пожалуй вот этих парней зря глупая была ошибка на самом деле вот это какой-то чересчур как нос сквозь масло прошел тимоха и кто там кивен лав кивен лав по-моему да кивен лав и лав генси-дога ну мы видели это уже несколько раз и легкий бакет в лейне да, интериор-дефенция просто не любит Может быть тайм-аут взять и задним Леброна поменять? Мне кажется, это хороший момент для тайм-аута. Раз, может быть, Лебрончик отдохнул, да, так и есть. Для Эрона Флала и Лиллард субдином для Стива Лейтен, за счет здорово тебе. И Кавалеры с изменениями. Леброн входит для Миллард и Смит субдином для Иман Шампур. Теперь здесь Джеймс. Душа на дула. Никто рядом с ним, если он позволит это идти. Вот Мазгал. Я не понимаю, что они не могут открытые попадать, что ли? Два раза пидал открытым. Лобж получил 8 пунктов. Он нашел его гейм и ритм в этом квартале. Он входит в хорошую группу. Лопеза субдином на Ирвинге. Лиллард субдином. Блокшота Тимохи. Круто. И он смог вернуться. Лиллард минует. Боже, они действительно доминили на глазах. И, конечно, они сделали много хороших вещей сегодня. Но революция очень важная фактор. Эй, Сив, ты знаешь, революция всегда один из главных параметров в заключении victor. Бакланят ли Лебруния? Ну, в принципе, всегда бакланят. Продолжение следует... Дискованная была передача. Очень дискованная. Я удивлен, что она прошла. Продолжение следует... 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 забавно 23 номер набрал 23 очка но этот чемпионат вот здесь что мне нравится ну то есть практически правила уже довели до идеала то есть первые чемпионаты там очень много было шароховатости и самая мне кажется большая глупость в том что распределяются команды рандом ну то есть не команда возможность выбора команды распределяется жребием а че он ждет что пишет а перерыв 5 минут так так вот самая большая фигня в том что приоритетность выбор то есть каждый может играть только одной команды может играть один человек шнад человек выбирают разные команды и там условно говоря первые четыре счастливчика они по большому счету ну получают ну получают огромное преимущество потому что это как правило лидирующих команды таких сильных их 4 ну или может повезти так что ты играешь например какой-нибудь своей любимой команды как вот этот саша по-моему зовут да саша играет за портал trailblazers и ему может повезти он там например там какой-нибудь шестым седьмым пиком будет выбирать свою любимую команду но но в целом очень много зависело от удачи и мне вот например там первые два чемпионата первый раз попался там ну то есть я выбрал клиперс который мне ну как бы отличная команда в жизни но играть ей в виртуале вообще нереально то есть не только я такого мнения парни кто и пытался играть говорят что это просто конечно вынос мозга там такие тайминги бросков тяжелые даже даже со штрафного пробития то тяжело то есть там сплошные нервы вот и эта команду я не знаю зачем я сделали такой но в онлайне играть ей просто не вариант ну или нужно постоянно играть чтобы выучить эти очень сложные тайминги бросков вот второй раз играл далась маверикс команда получше и в принципе неплохо двигался тяжело напобеждал но когда извините меня из четырех ключевых игроков трое остались травмированы это кроме новицкий там вообще не на кого было играть то там уже тоже без шансов то есть в таких случаях вот лучше всего естественно правило когда каждый сам выбирает команду как он хочет играть если есть там какие-то ну игроки выбирают одинаковую команду не хотят играть одной и той же командой то просто кидается жребий кто выбирает первый то есть любом случае тебе можно научиться играть двумя командами и спокойно участвовать чемпионате это гораздо правильнее потому что ну тайминги ход зоны игроков и так далее изучать очень сложно это ну это не приходит за одну-две игры тут нужна реальная подготовка и я считаю что это это очень правильно уметь играть за одну ну две команды и не париться то что перкинса конечно подписали кливленд это круто с другой стороны я не очень рад что возникают у мба такие команды которые ну скажем так немного перекачаны то есть когда ты играешь в виртуальный баскетбол это не так важно потому что там самая главная стартовая пятерка все остальные выходят там совсем ненадолго подменить но в реальном нба лавка гораздо важнее чем виртуально потому что там игроки травмируются и все и на сегодняшний день получается там вот после того как леброн ушел в майами он получается за собой тянет таких таких такой звездный состав постоянно сейчас сейчас он играл в майами там была команда неубиваемая единственно что тренер конечно у них не звездит вот сейчас в кавалерс я не знаю что может помешать выиграть чемпионский кубок только какое-то чудо от грега поповича опять другие команды верно вряд ли смогут конкурировать вот он недоволен ну правильно делаешь недовольный я тоже был недовольный ух ты это неплохо было полос мать из старого фасиза на файл файл по 50 процентов на он рейндж в первую половину сезона. Время прошло, он немного отдохнул, но, как раз, просто отличный год для Маттера. Наверное, лучший в своей карьере. Лилард, я не чувствовал, что будет трехсекундная. Шот не будет. Какая-то солидная дефенция там от Ирвина. Концент. И тунг от Лебрана. Да, он положил себя в хорошей позиции, чтобы закончить эту проблему, ребята. Да, прямо к ряпу. Неплохо, он Лилардом играет. И лейоп, просто гиф-рапт, прямо там. Я имею в виду, он был чистый путь к баскету. Ирвина. Ирвина. Кошка, кокс dt. Ирвина, кокс дайс дайсет, и песня. А како-как, Кокснег. Ирвина, кокс Estáб dashед. Ирвина, коксент. Ирвина, коксина. Ту-пот, гоно, бя, беда. Ирвина, коксина. Они так как для Беллана. Компсину между одних, Ту-портом, токсина, коксинарет. Сюня. и нацину. Трёшечка. Хорошо. И с другой топ-пик на ростере, Кевин, и ютубная команда, они были популярными пиками в сезоне, чтобы играть в постсезонные игры, но они все равно нужны несколько сезонов. На самом деле, это лучший для него вариант. И теперь для Клевел. Они все равно у них возрастут, но с Лебраном на сборе, небо для них есть лимфа. Как и ожидания. И еще раз о Клевеле. Все будет осознать, что они сделают в этом году, но основной целью – тайтл. Что-то, что не произошло в Клевеле для любых спортсменов в долгое время. Наверное, 64, но они могут быть лучшими. Тайтл. Вновь, ты на самом деле. Эрин Офлало. Он проверил. Для Портленка. Друзья, мы видим отличный отзыв. Да, сэр, парни, они все равно сработали. Это правильно, Кларк. У нас много момента здесь отзывно. Лопес, красавчик. Нравится мне, как он, конечно, под кольцом попадается постоянно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блин, почему их мяч-то? Они же заблокировали его. В таких ситуациях спорных, лучше, конечно, мяч подбирать. Я мог его подобрать, но я думал, что он уйдет. Противника не стал рисковать. Хотя лучше было бы рискнуть. Отлично. Успел. Оу-оу-оу. 8-4. Открылся. Добрый работа, чтобы обрабатывать Алли-Юп. Олдридж бросает к Матююзу. Три-поинтера на марке. Клевленд ушел. 1-2 в первой части. Матюз из Маркет. Какая карьера, он взялся с Блэзерами. Что ты думаешь? Он начался как герой с джазом. Что он поторопился с проском, но попал. Эй, камон! Как ты не попался? Таймалт брать. Аааа, текстбук. Хе-хе-хе-хе. Я рад, что он не обрабатывает. Так, я не знаю, кого Миллера сюда поставить, наверное. Давайте ненадолго, вообще, второй состав кинем сюда. Крови, наверное, больших парней. Что-то происходит по ЧПД в школе. Ааа, у нас продлили... Продлили карантин. Эй! Да что ж такое-то. Я не понимаю, как там можно было не попасть. Что-то как-то много промахиваться Кривлин с открытой позиций. С хорошими таймингами. Я думаю, что ты должен файл им, и... Продлили карантин лучше, чем на Лео. Броня, давай пока. И Маттиус, сын от бывшего NBA-плеера. Он приводит эфир от уверенности и лидерства на поле, что, я думаю, помогает мне. И вот Лог из Арк. Странный промах от Тимохи. Это Бредовый, я бы сказал. И Шепперд снижает. И они застрелили мисс с этой хорошей защитной ротацией. Они играют хорошо вместе, как группа. Наконец-то. И он входит, как он снижает. Это будет 3-поинт, если он конвертит на линию. И почти новый круг для Портленда. Абин Лопеза застрелил для Леннера. Батум входит для Эрона Флала. Маттиус, он застрелил для Си-Джей Макколума. И Лилард застрелил для Стива Леннера. Что там публика взорвела? Такое ощущение, что какой-то был анкл-брейкер. А вот это хорошо, что на Лопесе свалили. Мне кажется, он им тяжело кидать шарфные мразки. Да, это был простой выстрел для официалов. Си-Джей Макколума. Я ошибался. Вау, Тима, ты че это? Хороший же тайминг был. Вау, Тима. И он ссинкет вторую. Пять секунд left. Пять секунд left to play in the first quarter. Лилард атакует. Кардон сегодня... А, нет, не видел, как Кардон осудил. И от того, как мы видим из Кавалерсов, что вы видите? И 1966 был простой. Все было сложным. Но сейчас это время. Орнается до сих пор, в момент эмоции. Да и я думаю, что они так хорошо регонимают. В том числе. Все-смотых, все-смотых, все-смотые, все-смотые, все-смотые. И субъект поездку. Орнется за Клиевлендом. Новое, Тюстори, Лебон и Лио2, Тума шум. Замет без того, что Кайри Ирбин. И что Мазков на первой поймет spot. Анатима на минул. Вот это был очень такой авантюристский бросок. Попадает. Хороший отбор. Прочитал пас. После двух лет от плей-оффов, Портленд Трейлглазеры смогли вернуться в это в прошлом году, чтобы бороться в Хьюстон и в 4-5-2 в начале. И они жокулили как они могли, чтобы отбежать в Хьюстон, но я не смогу, но все равно смогли отбежать в Хьюстон, но все равно смогли отбежать в Хьюстон и в Раун-Роффе. Неудача. Да как такое может быть-то? Это не тот, который они хотят посмотреть, если они хотят держать этот лидер, где он находится. Портленд двигает в поле. Лопес, пожалуйста! Лопес! 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 Абит! Перкинс как-то лениво защищался, решил просто фолануть Николас Паттун, 25-й пик в 2008 году, он играл всю свою карьеру с этим «Блазер» Блокшот, прекрасно, пойдем Ох, хорошо у меня по периметру сегодня Ребята расставляются, мне очень нравится как они встают, но не всегда попадают почему-то Открытые броски в хорошем тайминге Опять Перкинс валит, еще и Перкинс Отличный пас на входящего Входящего Леброна в краску Это было хорошо, как он был так подарком Но я думаю, что с изменением для «Блазер» противных схемов, и просто так, как команда хотела обращаться сезон Они нужны более «бак-то-баскет» И Альдрид был как доминант, как никогда встал в эту роль В addition к тем, что еще не смогли бросать эту «фейс-ап-джампер» Ох, красота, ну там фолы были Леброн, покажи судям, что на тебя фолили Там реально заблокланили его Красавец, он очень умеет хорошо Лиллардом дриблировать Блин, он так трудно остановить, ребята, потому что он возникает много проблем для защиты Опять Леброн, зачем ты пошел туда, блин Леброн стоял спокойно на трехочковой Я начал паса давать, он куда-то побежал под защитников Кстати, поводу этого парня немножко обиделся и погорячился, наверное, в начале поводу обуза Ну вот, знаете, то, что я говорил-то обузит этим подставлениям Видимо, это был, ну так скажем, исключение из правил Вроде он не обузит этот баг Может, просто случайно получилось, так что игрок приклеился Такое бывает, видимо, особенность программного кода в этом году Елизавета Ирving Ирving Кирпина Ирving Клевленда вперед, на 5-5 И мы вернемся на вторую половину, следующую разницу Держите это прямо здесь, на 2К Спорт Какие правильные проценты попадания, а? Наш прям так чувствуется симулятор баскетбола И мы поздравляем вас к новому NBA-акшену Пилатели выглядят хидридные Плотно Гатерей, чтобы помогать им иметь их работу сегодня Ну, я думаю, что трейлблейзеры должны менять их стратегию Друзья, кто любит баскетбол, не забывайте про премиум качество Которое доступно по подписке месячной 79 рублей Качество там примерно такое же, как вижу я Full HD, 6 мегабит Потому что то, что там кастрированное качество 720p Она, конечно, не отражает полностью качество игры Эй-эй-эй-эй-эй-эй Что он недоволен немножко Круто Давайте-ка даже тайм-аут возьмем, чтобы они там не перевозбудились особо. Первый тайм-аут мы за игру. Ирвинг снова на Бату. Смит дышит Джеймс. Вновь к Смиту. Очень хорошая пассажа Клевленда. Шот пять на клоке. Ирвинг, шот хорошая. Это не достаточно. Ирвинг остудил их. А вы, говорит, пофиг на ваших, говорит. Отпостиваю слэм, а я вам трешечку кину. Ирвинг. Ирвинг. Ирвинг, ирвинг. Ирвинг. Ирвинг, ирвинг. Ирвинг. Лилард, тяпп, что-то не готовы. Ирвинг. Они действительно работали внутри с их отрывом. Опа! Блин, было бы так красиво, если бы не сфарили. Ну, или сфарили бы и забил. Жалко, Леброн не попал. Синистер, ну, знаешь. Я не пытаюсь играть какую-то одну тему на площадке. Я стараюсь микшировать. У меня есть определенный свой стиль, который очень, так скажем, меняется, ну, так скажем, постепенно, не кардинально. И я не люблю перестраиваться. Я более консервативный, так скажем, игрок. Он взялся от Лопеза. Ирвинг входит. Отдал Смит. Снимает его. Защищался-то хорошо. Он там, чтобы пустить его к двум-диджетам, но он не имеет значения. Это отстойный промах. Я представляю его невыгодование. Да, знаешь, Кевин, это очень впечатляет, как он обеспечил это. Он знает, что он обеспечил и обеспечил оба эти ситуации. Красота. Молодец. Даже в такой ситуации он не забывает о красивой игре. Мы всегда видим его. Одна из замечательных вещей о Блэне это, ну, огромное количество его келеве, его статур и ожидания. Я не знаю, если бы мы были в этом, чтобы бы он обеспечили себя лучше под тем, тем, тем и тем, тем и темы. Посмотрим, что Дорис Беркес делает. Кевин, Робин Лопез всегда был просто немного другим. Он чувствует дома в Портленде, где слоя города говорит Продолжение следует... Ну что себе, бомбу. Видимо, это точка его, раз он попал с плохим таймингом. Лилард минует. Еще один сильный ребон, как мы уже видели от них сегодня. Да, один или два из них, и в этом лиде будут двумя диджитами. Дэнс и Смит. Никитас, привет. Просто этот парень написал мне, что у него есть возможность сыграть сейчас, а потом он уедет. И мы решили сыграть сейчас, потому что вечером непонятно, что может произойти у него и у меня. А сегодня последний день, когда нужно сыграть свой матч. Сваллоу входит для Ламаркус Альдвич. Макколленд входит для Уэсли Матюли. И Стив Блейк входит для Лилард. О, и линдом Ленарда. Я люблю, что они берут вверх и берут вверх. Класс! Смит в ударе сегодня. Просто в ударе. Да, и я думаю, что интериор-дефенция как хорошая работа офессивно, как мы знаем. Дефенция-презенция почти не существовала. Они могут видеть, что этот лидер исчезает, если они продолжают дать эти easy-поинты. Прикольный момент. Даже повтор бы я с удовольствием посмотрел. Ну, я думаю, что он сделал много дамага, но это было только с одной рукой, но он поднялся довольно жестко. Матерраг, это все. Прикольный момент. Прикольный момент. Готово. Готово. Итак, для трейл-блейкеров. Лобин Лопеза входит для Леннадь. Матюз входит для Леннадь. Матюз входит для CJ Макколленд. И Даньян Лилард входит для Стив Блейк. Здесь мы еще раз. Дайк, мы говорим, Блейк, 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 Блейк. Комута в лицо мячом пролетело. Странно, что Тима не поставил блокшот. 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 Найс! Красиво было! Эй, как он не попал? Смит, ты что, гонишь что ли? Буридовый был промах Ха, классный перехват, вообще молодец! Реально классно сделал! И это лучший. Лиларс, выживёшь 26. У меня на шоке, гонишься, у тебя есть уважение в трех-пой твое время с хавтом, я уверен, что сборку начинает выглядеть довольно-таки новая, отчаянно. Но если они будут, я думаю, что ты прав, я очень хорошо. Ни-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Николас Батуум, он стоит для Уэсли-Матюс. И, и так, это Клевен. И, и так, это Клевен. И они будут держать Три Три Ребята Петросяне Ольга Три Ребята Ребята Интригу создал и хорошо Молодец Энергия Энергия Контестанты и блок Брэдд Брэд Это вторая игра Первую игру на YouTube Глянешь Давайте Дорис Да, Кевин Дорис 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 Синистер Может и на YouTube лучше глянешь, чтобы не спойлерить Как тебе такой вариант? Я могу, конечно сказать, но мне кажется Лучше этого не говорить, если есть желание посмотреть повтор Продолжение следует... Сейчас после игры я сразу же залью видео на YouTube. Можете посмотреть, если не знаете до сих пор название канала, то в описании к стриму есть ссылочка на канал Russian User TV 1. Портленд Трайлблазеры вытягивали позицию. Ты берешь риск с этими длинными пляжами. Они счастливы, что Ди не смогли собрать их. Сейчас Трайлблазеры не сделают эту задачу. Сейчас Трайлблазеры не сделают эту задачу. Сейчас Трайлблазеры не сделают эту задачу. Двадцать пунктов от трех пунктов. Кто-то сделает что-то защитное. Ну, я согласен с тобой. Кто-то будет подниматься? И они сейчас уходят, так что ты должен идти в их чест, Двадцать пунктов, и пытайся не оставлять эти виды. Пять на клоке. Лакри из Лебрана. И он должен открыть немного места для себя, чтобы получить этот сбор. Не легко в них, между больших силами. Он даже трешку будет кидать. Нормально, что. Вот это поперло, так поперло. Да, и это Ирвинг, который поднимает ассист. Сейчас опять Лиларда будет кидать, я уверен. Гадалки, не ходи, что называется. А сейчас нет, я хорошо защищался. Еще разок. Время, когда Ирвинг. Один секунд, в разный шотклок и геймклок. И облако обтягивание Джеймса. Три-поинтеров нет. Здесь Матюз. Лилард, правой. Эй, бегите, ребят! Локшот тебе! Теперь, здесь Ирвин. Мы видим, что Кандалиры получили победу здесь. Молодец, интригу создал. Ну что, ребят. Не забывайте о розыгрыше, который состоится уже через месяц. В группе ВКонтакте есть подробности. Вам нужно. Можно просто сделать репост и получить уже возможность выиграть. А если купите что-нибудь в магазине у нас, то получите еще больше возможностей. На этом давайте заканчивать. Всем спасибо, кто в столь ранний час. Аж 23 человека посетили трансляцию. Кое-кто не успел досмотреть, ушел. Молодцы, ребят. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok